Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 августа, день Калинника, назван в честь святого мученика Калинника. За проповедь христианства в среде язычников велено было обнажить и бить без пощады воловьями жилами. Потом повесили страстотерца на дереве и строгали его тело железными гвоздями. Так острогали его плоть до костей. Далее велели обуть его железные сапоги с острыми гвоздями внутрь и везти в город, чтобы там сжечь. Он вошел в середины пылавшей огнем печи и, возлегши, предал свою душу в руки Божии. Старину этот день называли туманником, поскольку утром были сильные туманы. На Руси этот день связан с ягодой Калиной, которая созревала к этому времени. Калину считали символом непорочной красоты и чистоты помыслов. А горечь ягод связывались с горькой судьбой девушки, которую отдавали замуж без любви. Калину не столько ели, как использовали в лечебных целях. Сегодня выпекали пироги с начинкой из калины. В народе существовало поверье, если сегодня человек найдет дикий куст калины, то может загадать желание и попросить у растения помощи в его реализации. И загаданные таким образом желания всегда исполнялись. Приметы. Если сегодня стоит туман, можно надеяться на хороший сбор урожая ячменя и овса. Если на калина в день нет утренников, то есть заморозков, так и на лупа, то есть на 5 сентября, не заморозит. В первую очередь оказывается сам по себе оранжевый цвет, который мы там, как бы сказать, съедаем вместе с кашей, он способствует восстановлению нервной и мышечной ткани. Хотите восстановиться после тяжелого труда, перенервничать и так далее, что надо сделать? Покушать тыквенные кашки. Правильно, покушать тыквенные кашки восстановит нашу и нервы, и мышцы. А еще хотелось бы немножко вернуться назад. Вот вы говорите, у меня моя приятельница недавно сломала руку при гололюде. Так оказывается, значит, что и при переломах это все, это очень... При переломах особенно помогает вот это вот пшено. Именно оно способствует тому, что даст, ращивает. Поэтому пшено хорошенько разваривайте, чтобы она хорошенько разварилась и именно в воде. И с этой кашкой едите. Будет великолепно действовать как хорошее средство, которое... Кстати, возвращаясь теперь к нашему рыжему цвету, что он еще делает? Ну, все любят сейчас, знаете, такую там сексуальность. Оказывается, он способен поддерживать сексуальность, лечит болезни, связанные с нарушением мочеполовой системы. Вот, что важно. И согласно Айурведе, Айурведа это наука, индийская наука о жизни. Оранжевый цвет оказывает целебное действие при заболеваниях, вызванных сухостью в организме. Вот, он улучшает кровообращение и цвет кожи. Чтобы не было ни инфаркта, ни инсульта, никаких там расширений вен, там, ни геморрога и так далее. Значит, вот это вот надо кушать. Чем больше, значит, рыжего цвета, чем больше у нас тыкви будет в каше, тем лучше. Да, и, кстати, сам по себе, вы знаете, топленое масло, оно тоже в этой кашке способствует тому, что наши сосуды смягчаются. И замечено, кто ест постоянно или регулярно топленое масло, у телососуды становятся настолько эластичными, что ему не страшны ни инфаркты, ни инсульты. Что в себе очень хорошо. Великолепная профилактика. Так же? Так же. Так, Геннадий Петрович, вот вы говорите, что на молочке нельзя, а маслица мы добавляем. Так и там жиры, и там жиры. Есть действительно и в молоке жир, и есть жир и в масле, но все дело в том, что в молоке еще имеется белок. А вот сочетание вот белков с крахмалами, которые здесь как раз, вот не совсем желательно. И именно вот этот вот в молоке имеется слизь. Это очень важно понимать. Молоко, согласно Аюрведии, это продукт, который вызывает образование слизи в организме. То есть вот ребеночек, он, сами знаете, он такой мягонький, большой, у него много воды. И он часто болеет чем? Простудными заболеваниями. Да. Поэтому. А чего? Да потому что вот как раз он питается в основном молочной пищей. Но он еще хорошо, что он ее усваивает. А вот когда молочная пища, она сочетается с крахмалами, она не особо хорошо, это не особо хорошее сочетание и приводит к тому, что образуется как раз вот эта вот слизь. Именно из-за того, что там белочки имеются. Белочки и так далее и тому подобное. Поэтому лучше всего на молочке не делать. В редких случаях, когда человек хочет, знаете, ну вот он особо так, ну какая-то худышка там еще, ну тогда можно там еще на молочке. А для всех остальных, вот именно чтобы целебные, ну знаете, лучше так ответим. Для того, чтобы была эта каша именно целебная, лучше использовать воду. Если вы хотите вкус, чтобы у вас был какой-то, ну можете на молоке сварить. Но тогда целебные свойства потеряются. Они будут не такими ярко выраженными, как на воде. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самое лучшее, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки Они носят такое название День Икадаши Первый день Икадаши В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok